Отчество, как у вас? Александра. Александра у нас? А дата рождения у вас? Куда ехала? Дата рождения, скажите. От Луговской школы до домов пассажиров из Тойоты всего несколько километров. Для безопасности школьников на учебу из села Наумово и обратно их развозят по расписанию на специальном автобусе. Но в этот день все пошло не так. Заболел учитель и отменили последние уроки. А дальше инициатива педагога, ставшая роковой сразу для нескольких жизней. А это и есть та самая школа, откуда учительница, не дожидаясь школьного автобуса, повезла детей на своем личном автомобиле. Получить комментарии от директора школы нам пока не удалось. По словам работников школы, она находится в плохом самочувствии. Сотрудники образовательного учреждения признаются, для них решение учителя остается загадкой. Что ее понесло туда, я не могу сказать. Не знаю, девчонки. Мы сами в шоке, мы сами в недоумении. Это страшная трагедия. Страшенная. Даже не высказать этого. Поэтому, знаете, что, директор тоже ее вчера откачивал. Врач там не приезжал. У нас специальный автобус есть. Возит. Вот в чем вопрос-то. Что такое случилось-то? Такая необходимость тебе их повезти. Они бы сели в автобус и уехали. О, если, конечно, не дай бог, говорится, на нее же родители разорвут. В селе Наумово общий траур. Произошедшего не понимает никто. На железнодорожном переезде, где произошла трагедия, действительно нет шлагбаумов. Однако светофоры есть, и они работают исправно. А вот песок, которым усыпана проезжая часть возле места трагедии, решение свежее. Это вот после аварии сразу все подсыпали, все сделали. А до этого там один человек долбил, маленько там вычищал еще. К фабрике улица идет. Вот, я завозил туда девочку. Я тоже со школы ехал. Вот, и наблюдали за снежным поездом. Я еще ребятишкам говорю, смотрите красиво, как снег летит в разные стороны. Машину в последний момент мы увидели. И той ребятишки даже мы и не заметили. Хорошая погода, как сегодня вот была. То есть, в принципе, и видимость была хорошая. Конечно. Если это хоро там работает. Два села, которые теперь объединяет общее горе, гадают, что привело к трагедии. Человеческий фактор или иные причины. Она выпивала, говорят. Ее лишали правами. Вот, говорит, месяц как получилось. И ребятишек, конечно, жалко. Ну, и ее. У нее тоже мама, инвалид. Разрывается. В школе работает. И домой бежит, чтобы маму накормить. Не ходит на коляске. Ну, вот, наверное, поторопит. Вот. И дома тоже проблемы там с мужем что-то получилось. Кто его знает? Вся на нервах. Выжившие в страшной автокатастрофе находятся в краевой больнице скорой медпомощи. У восьмилетнего мальчика черепно-мозговая травма и незначительные переломы частей скелета. Водитель в более тяжелом состоянии. Все мероприятия нацелены на стабилизацию гемодинамических показателей. Вот. Водитель на аппарате ВВО, то есть под медицинской седацией, то есть так называемый медицинский сон. А ребенок, он в сознании, в контакте. То есть пьет водичку, кушает и кормит. По словам врача, несмотря на хорошие прогнозы, лечение займет немало времени. А в Наумово готовятся к похоронам. Прощание со второклашками пройдет завтра, 1 декабря. София Яценко, Артем Гусельников и Алексей Фризин. День с толком.